Всем привет! Сегодня у меня в ремонте NetTop. Это что-то типа малогабаритного системного блока. Его прислал один из подписчиков канала. Проблема? Аппарат перестал включаться. На его корпусе я не нашел никаких маркировок о модели и изготовителе. На передней и задней панелях имеется набор портов, разъем для кабеля питания и кнопка включения. Питание 12-вольтовое. Подключаю от лабораторного источника и проверяю проявление дефекта. После нажатия кнопки включения появилось потребление тока в районе 500 мА. Больше никаких реакций от устройства нет. На монитор изображение не выводится. Вообще точно таких же NetTop в наличии есть несколько штук. Все они с одинаковым дефектом, не запускаются. Характерные особенности. После включения потребление 500 мА и писк. На кнопку включения реагируют. Включаются и выключаются. До меня аппараты пытались ремонтировать, но безуспешно. Попытался поискать информацию о похожих на ТОПах в интернете, но ничего не нашел. Дорогие друзья, я думаю все пользуются поисковиком Яндекс, ну или хотя бы слышал про него. Так вот, Яндекс запустил новую версию поиска Y2 – главные темы обновления. Поиск видео без языковых границ, выбор и сравнение товаров. Кроме того, появились детские аккаунты и экспертный поиск для программистов. Вместе с новой версией поиска компания представила мобильное приложение и новую главную страницу с Алисой и большими темами. На новой главной нет ничего лишнего. Все внимание направлено на ее главный элемент – поисковую строку. Просмотр роликов на иностранном языке и поиск другого иностранного контента стал гораздо проще. Технологии Яндекса позволяют переводить видео на лету. Машинным переводом занимается не так уж много компаний. Это очень сложная вещь, потому что нет объективного способа проверки успешности решения этой задачи. О других обновлениях поиска Яндекс рассказывает в своем новом фильме – Y2, ссылка на который находится в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Ну а мы возвращаемся к ремонту. Так как информации по этим надтопам в интернете нет, полагаю, мне придется стать первопроходцем в ремонте этой модели. Давайте начнем с разборки. Выкручиваю винты и снимаю крышку. Далее извлекаю панель с USB-портами. К ней же должен крепиться жесткий диск. Внутри корпуса располагается материнская плата компактного форм-фактора. Заметил на ней какие-то фазы питания. Проверим, генерируется ли на них напряжение. Есть 800 мВ, если округлять. Судя по всему, эти две фазы питают процессор. Проверил тепловизором, что на плате греется. Наиболее ощутимо нагревается эта микросхема. Судя по тому, что дорожки от нее отходят на LVD с разъемом, очевидно, что она занимается выводом изображения. И думаю, вряд ли проблема появилась из-за нее. И еще обратите внимание на то, что пищалки здесь нет. Поэтому при включении нет писка, как на других таких же надтопах. На всякий случай проверяю запуск платы с заведомо исправной планкой памяти. Проявление дефекта от этого не меняется. Пробуй сбросить биос, замкнув контакты J-BAT пинцетом. Это также никакого результата не дало. Что ж, посмотрим, что находится с обратной стороны платы. Для этого выкручиваю еще несколько винтов, снимаю переднюю панель, отключаю шлейфы и достаю материнскую плату. Осматриваю ее на предмет каких-либо дефектов. В целом, состояние у нее идеальное. На этой стороне расположен процессор. Он припаян к плате. При включении не сильно, но греется. Это четырехъядерный Intel Celeron G1900. Не знаю нового способа проверить его исправность, кроме как заменить его на другой такой же. Как я понял, новых таких уже в продаже нет. Они довольно-таки старые и больше не выпускаются. На Алиэкспресс продаются бэушные чипы с разборки. Нашел продавца с хорошими отзывами и по согласованию с подписчиком было решено приобрести один процессор. Вот так он выглядит. Он идет уже с накатанными шарами. Нужно выпаять старый процессор и установить данный. Но перед этим стоит убедиться, что процессор целый. Иногда попадаются пробитые по питанию. Проверяю сопротивление конденсаторов, распаянных на текстолите. Сопротивление в десятки Ом и более допускается. Еще важный момент. Чип перед установкой нужно обязательно просушить. Рекомендуется выполнять эту процедуру в течение 24 часов при температуре около 110 градусов. Я сушил меньше всего 12 часов. Если чип не просушить, то он может вздуться при установке на плату с сопутствующим выходом его из строя. Происходит это из-за наличия влаги в текстолите по причине неправильного хранения. Например, если чипы находились в помещении с высоким содержанием влаги в воздухе. Это основные моменты, которые стоит учитывать при работе с подобными чипами в БГА корпусе. Отсутствие короткого замыкания и обязательная сушка. Надеюсь, мои советы будут вам полезны и сэкономят время, деньги и нервы. Что ж, теперь можно перейти непосредственно к процедуре замены процессора. Для пайки БГА я использую самодельную паяльную станцию. Состоит она из нижнего подогрева в виде 14-дюймового сепаратора и верхнего керамического нагревателя, закрепленного на штативе через подвижное колено. Включаю сепаратор и наношу на чип флюс. Как только ПИД-регулятор сепаратора достигает заданной температуры, я включаю верхний нагреватель. Его мощность 450 Вт, этого многовато. Поэтому я вдвое ограничил мощность при помощи диода, включенного последовательной нагрузки. Периодически пытаюсь толкнуть чип. И как только тот поддался, убираю нагреватель и снимаю чип вакуумным пинцетом. Далее подготавливаю монтажные контакты к установке, так сказать, нового процессора. Удаляю остатки шаров припоя паяльником. Отработанный флюс смываю салфеткой, смоченной бензином. Наношу новый флюс, равномерно размазывая его по монтажным контактам. Теперь накидываю новый просушенный чип согласно ключа и позиционирую по меткам на платье. Ставлю сепаратор на 200 градусов и как только температура была достигнута, включаю верхний нагрев. В момент, когда чип садится на свое место, он может немного смещаться, даже слегка подниматься, после чего четко выравнивается. И когда при касании пинцетом он начинает плыть, процедуру можно считать завершенной. Выключаю нагреватели и даю платье остыть. После этого можно проверить результат. Подключаю питание и нажимаю кнопку включения. Ток потребления почти 600 мА. Подключил монитор. Посмотрим, выводится ли изображение. Отлично, изображение есть. Запустился BIOS. Можно ставить плату на место и тестировать. Подключил жесткий диск с установленной Windows. Тестирую плату на стабильность в программе AIDA64. Под максимальной нагрузкой процессор нагревается максимум до 37 градусов. Это хороший показатель, который может предвещать долгую и безотказную работу неттопа. Но я не могу гарантировать, что процессор не выйдет из строя через какое-то время. Все же установлен был отреболенный чип с разборки. Это стоит иметь в виду и об этом владелец был предупрежден заранее, еще до покупки чипа. Так или иначе, неттоп был восстановлен. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, дорогие друзья. И до скорых встреч в других ремонтах.